Приветствую вас, Мария. Ну, я понимаю то, что вы написали, я понимаю вашу проблему. И мне видится, что вы и отношения, и людей воспринимаете как некую основу для подкрепления своих чувств. То есть вы себя изначально обесцениваете, вы себя изначально принижаете, вы себе, сами себе изначально не уверены. И другие люди, в том числе и отношения для вас. Это такой вот способ подтвердить, возможно, то, что вы действительно чего-то ставите. И подобное неумение опираться на себя, оно, конечно, весна-весна вас тяготит. Ну, может не тяготиться там, понятно. Вот. И задача, наша задача, как психологов здесь, в том, чтобы, как-таки, научить вас верить в себя. Показать, что так можно. Показать, что в себя верить можно, в себя верить нужно, и что, по большому счёту, у вас другого выбора-то. И нет, кроме как верить в себя, потому что, если вы не будете в себя верить, то ваша жизнь будет невыносима. Ну, собственно, какая она есть сейчас. И важно, конечно, увидеть в результате каких аспектов вы пришли к такому мнению, что вы в себя не верите. Вот. То есть вот, ну, как вы пришли к этому. Было бы здорово, если бы вы это раскрыли. Ну, я могу, конечно, предположить, примерно, с чем это связано. Вот. Я думаю, что связано это с тем, что вы себя оцениваете постоянно, на постоянное слово себя оцениваете. Вот. Дает себе оценку. Я думаю, что ответ с тем, что вы ставите себе некие условия. Вот. И пытаетесь доказать. Доказать кому-то, что вы ценны, что вы важны, что вы значимы. Вот. А сами вы, опять же, так и так не считаете. Вот. И не вера в себя, да, по большому счету, это оценка. Оценка. Вот она, насколько я финансово значима и важна. Вот. И, соответственно, с восприятием себя, с принятием своих чувств, полностью такими, какие они есть, на мой взгляд, и нужно работать. Нам, вам, вам. Это, конечно, во все желания. Потому что, ну, объективно, муж не должен вас поддерживать. Это, он, он может это делать, но это его право не обязаны. А вы это, по факту, превращаете, вы обязаны. Вы, потому что ждете от него, что он будет вас поддерживать. Ну, это, так и говоря, деструктивная позиция. Потому что, ну, как я и сказал, муж, он не для поддержки. И муж, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ это, к сожалению, нужно учитывать, ну точнее вас, выбора, нет на то, на то, что вы не можете не учитывать, сейчас вы это не учитываете и в итоге страдаете, потому что не учитываете. Обратите внимание на то, что вы хотите от мужа получать, что-то, обратите, пожалуйста, внимание, что это очень такой важный момент, потому что вы в отношениях находитесь, получается, не для того, чтобы обавать, что это мужем, а от того, чтобы получать, ну то есть вы хотите получать что-то, от своего мужа, так вы, зависит от него в этом смысле. И, конечно, встает вопрос в таком случае о том, насколько вы свободны в отношениях с людьми, насколько вы свободны в отношениях с мужем, вот, и насколько муж получает от вас все то, что он хотел бы, то есть насколько он удовлетворил. это те вопросы, на которые вам нужно ответить. Конечно, уже после того, как будет поисследована Эта история связана с тем, что вы подвергаете себя постоянным сомнениям, да, и непринятием, обесцениванию себя. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.